Мне три года, я мала. С мамой я же пошла. Самая благодарная публика – учителя и воспитатели. Правильный ответ ученика – бальзам на сердце. Любое выступление умиляет. За три дня дошкольного марафона дресс-код еще летний. Говорят, даже не верится, что жаркая погода сменится не менее жаркими буднями. Власти огласили успехи брянских учителей, озвучили точки роста, вектор, по какому пути пойдет педагогическое сообщество. 50 тысяч наших детей, которые перешагнут 1 сентября в порог наших школ. Почти 25 тысяч детей дошколят, которые придут в детский садик. 15 тысяч детей, которые придут в учреждение дополнительного образования, прилететь их у руководства города. Подтверждаю, что финансирование образования, которое мы обеспечим в этом году, оно выше практически на 500 миллионов в сравнении в 2017 году, продолжится и в 2019 году. Со сцены учителей сравнивали с армией спасения. Именно им надо отразить атаку Дома-2. Вызвали школьников из плена невежества и безграмотности. Быть интереснее и ярче, чем современные гаджеты. Использовать технику во благо. Хочется отметить, что уже в этом году некоторые образовательные учреждения осуществили переход и выход в глобальную сеть для всех обучающихся. Это лицея 1-2-27, гимназия 1-3-4-6-7, школы 9-12-25. Важным ресурсом, позволяющим объединить в единое информационное пространство администрации, педагогов, родителей, детей, а также общественность является сайт образовательной организации. В зале представители городского учительства, детские сады, заведующие методисты и старшие воспитатели и директора 68 школ с коллегами. До 1 сентября у них будет еще один важный день – пробный, встреча с учениками. А пока награды, грамоты, поздравления. Ведь вы нас делаете. Вы из тех ребят, мальчишек, которые непутевые, которые там и бегали, дрались, девчонками там приставали, все-все-все. Вы из нас делали и летчиков, и космонавтов, и депутатов, и просто хороших людей. Потому что вы те люди, которые закладывают основу в маленьком человеке, но и вы те люди, которые берут на себя огромное ответствие. Хорошо бы то понимание, что учитель не производит материальных ценностей. Мы работаем с человеком. Мы работаем и растим то, что будет делать наше будущее. Едва ли не самое важное – признание коллег. Ведь самореализация – высшая ступенька пирамиды Маслоу. На ПЕД-конференции детально озвучили лидеров конкурсов, фестивалей. Первые лицеи и первая гимназии вошли в топ-200 рейтинга образовательных учреждений России. 52-я школа с отрядом «Дюб» в финале Всероссийской игры «Победа». 53-я – победитель в состязании музееведов на уровне страны. 22-й детский сад «Лесная сказка» – площадка для робототехников. А 17-я, 15-я и 29-я школы – лауреаты конкурса «Парта героя». Медалью за особые успехи в учении награждены 455 обучающихся. Одним из показателей результативности работы образовательной организации является ЕГЭ. Высокие результаты – 100 баллов – показали 40 выпускников. Из них 4 человека по двум предметам. Школа номер 22 – номер 2. Гимназия номер 1 – два выпускника. 5 октября они снова соберутся вместе. Александр Макаров пригласил. Профессиональный праздник – День учителя отметят в 59-й школе в актовом зале новой пристройки. Мария Сергеенко, Гривенчук, События Брянск.